В среду, уже с четырех часов, станция была битком набита участниками пикника. Все чувствовали себя весело и непринужденно. Приезд Василия Терентьевича на этот раз окончился так благополучно, как никто даже не смел ожидать. Ни громов, ни молний не последовало, никого не попросили оставить службу и даже наоборот, носились слухи о прибавке в недалеком будущем жалования большинству служащих. Кроме того, пикник обещал выйти очень занимательным. До бешеной балки, куда условились отправиться, считалось, если ехать на лошадях, не более десяти верст очень красивой дороги. Ясная и теплая погода, прочно установившаяся в течение последней недели, никак не могла помешать поездке. Приглашенных было до девяносто человек. Они толпились оживленными группами на платформе со смехом, и громкими восклицаниями. Русская речь перемешивалась с французскими, немецкими и польскими фразами. Трое бельгийцев захватили с собой фотографические аппараты, рассчитывая делать при свете магния моментальные снимки. Всех интересовала полнейшая неизвестность относительно подробностей пикника. Свежевский с таинственным и важным видом намекал о каких-то сюрпризах, но от объяснений всячески уклонялся. Первым сюрпризом оказался экстренный поезд. Ровно в пять часов из паровозного депо вышел новый американский десятиколесный паровоз. Дамы не могли удержаться от криков удивления и восторга. Вся громадная машина была украшена флагами и живыми цветами. Зеленые гирлянды дубовых листьев, перемешанные с букетами астр, георгин, левкоев и гвоздики, обвивались спиралью ее стальной корпус, велись вверх по трубе, свешивались оттуда вниз к свистку и вновь подымались вверх, покрывая цветущей стеной будку машиниста. Из-под зелени и цветов стальные и медные части машины эффектно сверкали в золотых лучах осеннего заходящего солнца. Шесть вагонов первого класса, вытянувшиеся вдоль платформы, должны были отвезти участников пикника на 303-ю версту, откуда до бешеной балки оставалось пройти не более 500 шагов. — Господа, Василий Терентьич просил меня сообщить вам, что он берет все расходы по пикнику на себя, — говорил Свежевский, торопливо переходя от одной группы к другой. — Господа, Василий Терентьич просил меня передать всем приглашенным. Около него составилась большая кучка. Он объяснил, в чем дело. — Василий Терентьич остался чрезвычайно доволен тем приемом, который ему сделало общество. Ему очень приятно отплатить любезностью за любезность. Он берет все расходы на себя. И, не утерпев движимый тем чувством, которое заставляет лакея хвастать щедростью своего барина, он добавил веско. — Мы истратили на этот пикник 3590 рублей. Пополам с господином Квашниным ослышался сзади насмешливый голос. Свежевский быстро обернулся и убедился, что этот ядовитый вопрос задал Андреа, глядевший на него со своим обычным невозмутимым видом, заложив руки глубоко в карманы брюк. — И что вы изволили сказать? — переспросил Свежевский густо краснея. — Нет, это вы изволили сказать. Мы истратили три тысячи. Я имею полное основание думать, что вы подразумеваете себя и господина Квашнина под этим «мы». В таком случае я считаю приятным долгом заявить вам, что если я принимаю эту любезность от господина Квашнина, то ведь от господина Свежевского я ее могу и не принять. — Ах, нет-нет-нет, вы не так меня поняли, залепетал переконфуженный Свежевский. — Это все Василий Терентьевич. Я просто только как доверенное лицо. Ну, вроде как приказчик, что ли, добавил он с кислой усмешкой. Почти одновременно с подачей экстренного поезда приехали Зиненки в сопровождении Квашнина и Шелковникова. Но не успел еще Василий Терентьевич вылезти с коляски, как случилось, никем не предвиденное происшествие трагикомического свойства. Еще с утра жены, сестры и матери заводских рабочих, прослышав о предстоящем пикнике, стали собираться на вокзале. Многие принесли с собою и грудных ребят. С выражением деревянного терпения на загорелых, изнуренных лицах сидели они уже много часов на ступенях вокзального крыльца и на земле вдоль стен, бросавших длинные тени. Их было более двухсот. На расспросы станционного начальства они отвечали, что им нужно рыжего и толстого начальника. Сторож пробовал их устранить, но они подняли такой оглушительный гвалт, что он только махнул рукой и оставил баб в покое. Каждый подъезжавший экипаж вызывал между ними минутный переполох, но так как рыжего и толстого начальника до сих пор еще не было, то они тотчас же успокаивались. Едва только Василий Терентьевич, схватившись руками за козлы, кряхтя и накренив всю коляску, ступил на подножку, как бабы быстро окружили его со всех сторон и повалились на колени. Испуганные шумом толпы молодые горячие лошади захрапели и стали метаться. Кучер, натянув вожжи и совсем перевалившись назад, едва сдерживал их на месте. Сначала Квашнин ничего не мог разобрать. Бабы кричали все сразу и протягивали к нему грудных младенцев. По бронзовым лицам вдруг потекли обильные слезы. Квашнин увидел, что ему не вырваться из этого живого кольца, обступившего его со всех сторон. «Стой, бабы, не галдеть!» — крикнул он, покрывая сразу своим басом их голоса. «Орете все, как на базаре, ничего не слышу. Говори кто-нибудь одна, в чем дело?» Но каждой хотелось говорить одной. Крики еще больше усились, и слезы еще обильнее потекли по лицам. «Кормилец, родной, рассмотри ты нас! Никак не можно терпеть! Отошали! Помираем! С ребятами помираем! От холода, можно сказать, прямо дохнем!» «Что же вам нужно, отчего вы помираете?» — крикнул опять Квашнин. «Да не орите все разом! Вот ты, молотка, рассказывай!» — ткнул он пальцем в рослую, несмотря на бледность усталого лица, красивую калужскую бабу. «Остальные молчи!» Большинство замолкало, только продолжало всхлипывать и слегка подвывать, утирая глаза и носы грязными подолами. Все-таки за раз говорила не менее двадцати баб. «Помираем от холоду, кормилец! Уж ты сделай милость, обдумай нас как-нибудь! Никакой нам возможности нету больше! Загнали нас на зиму в бараки! А в них, нет, что можно жить-то! Одна только слава, что бараки! А то, как есть из лучины выстроены! И теперь-то по ночам не втерпешь от холоду! Зуб на зуб не попадает! А зимой что будем делать? Ты хоть наших ребяток-то пожалей, пособи, голубчик! Хоть печи-то прикажи поставить! Пишу варить негде, на дворе пишу варим! Мужики наши, цельный день на работе, Изявши, намокши, придут домой!